Иное измерение русской культуры. Спор о Вольтере, известника Европы. Читает Евгений Браздов-Брышковский. Два парижские журнала завели между собой страшную войну. Один доказывает, что Вольтер был только остроумец, но совсем не имел ни философического ума, ни великих талантов для авторства. Другой, соглашаясь, что фернейский мудрец иногда ошибался в философии, утверждает, что по авторским талантам Вольтер всегда будет занимать первое место между писателями и стихотворцами осьмага на десять века. Редерер, один из друзей Бонапартиевых и член Государственного совета, об этой забавной войне говорит следующее в своем парижском журнале. Обращая глаза на свою библиотеку, вижу между Жан-Жаком Руссо, Фонтенельм, Рассином и Робертсоном 70 томов Вольтеровых сочинений, прекрасно напечатанных и богато переплетенных в софьян. Взглядывая на свой камин или стол, вижу книжку французского Меркурия и листы других журналов, вижу и думаю. Там Вольтер на тысячу лет, а здесь журналы до завтрашнего дня. Всякий день могу развернуть том Вольтера и всегда найду в нем что-нибудь занимательное, приятное для ума, для сердца. Но кто собирает журналы или кто перепечатывает их собрания? Нам ли, бедным журналистам, затмить славу великих писателей, которых уж давно прославляет Европа? Мы можем замечать хорошее и дурное в новых сочинениях, можем огорчать и радовать молодых авторов, но легкое наше оружие не вредит шлемам и броням старинных великанов. Лок разрушил Декартову систему врожденных идей не журналом, а важным глубокомысленным сочинением. Вольтер разнообразными талантами своими занимал целый век, прославил ученую республику, покорил ей общее мнение Европы, и первые цари в мире искали дружбы его. Господа журналисты, оставьте в покое великого писателя. Журналист Жуфруа крайне рассердился на Родерера и, между прочим, отвечал ему следующее. «Я не думаю уничтожить Вольтеровой славы, а хочу определить ее истинную меру. Когда ценили талант по числу томов? Сколько дурных авторов, которые написали еще гораздо более Вольтера? Воображай себе, с какой гордостью важный Родерер смотрит на своего софьянного Вольтера и с каким презрением обращает глаза на бедные листы наши. Смиряюсь в сердце моем. Однако ж, в утешение свое думаю, что в журналах бывают пьесы, которые могут составить весьма приятную книгу, и что самые лучшие избранные места из-за многих книг показались бы скучными в журнале. Не большая ли часть Вольтеровых творений состоит из безделок? Я надеюсь, что наш журнал будет для потомства любопытным памятником истории, литературы, политики и философии нашего времени. Остаюсь в том мнении, что в шести или семи росиновых или мольеровых томах более искусства и таланта, нежели в семидесяти Вольтеровых, в которых столько лжи, непристойных шуток, брани и дурачества. Тот сделал бы услугу и свету и собственной Вольтеровой славе, кто бы выбрал хорошее из его семидесяти томов, а прочее навсегда уничтожил. Хорошими Вольтеровыми творениями кажутся мне «Гонриада», «Пять или шесть трагедий», «Век Лудовика XIV», «Жизнь Карла XII» и несколько легких стихотворений. Я не могу сравнивать его с «Росином». Если положить на весы, с одной стороны, все Вольтеры во трагедии, а с другой – одну «Росинову» отталию, то она перетянет. Творения истинного гения подобны чистейшему металлу, драгоценному и в малом количестве. Вольтер часто дает нам меди, а «Росин» всегда золото. Напечатано в журнале «Вестник Европы», апрель 1802 года, номер 7, страницы 237-240.